хашки ребятушки меня зовут сергей это канал хибара и сегодня у нас снова игрушка под названием bass world и продолжаем играть сюжетку сюжетку за чернобыльскую ну сад не чернобыльскую а чернобыль и различные сюжетки соответственно в прошлой серии мы были ликвидаторами там охереть была вспышка я пересмотрел на видео охереть реально то есть такая вспышка такую яркость выкрутили на ну когда создавали игру вот что прям реально как ядерный взрыв потому что на самом деле когда происходит ядерный взрыв то если ты посмотришь на вот этот вот взрыв и нахер ослепнешь то есть там такая вспышка идет яркая то есть это там в миллиард раз сильнее чем молния просто это на молнию иногда смотришь ащуришься если там в ночи сверкает вот короче да жестко сверкнула поэтому сейчас у нас марафон я уже читал прошлой серии 1900 сейчас 84 год сегодня проходит спортивный марафон умножко развести спортсменов и нельзя разгоняться 3 быстрее чем 40 и немедленнее чем 30 километров на автобусе установить динамик музычка и все такое поехали присаживаемся ребятки мне всем приятного просмотра заварим чаек эффект печенюшечки маслица сырок пельмешки все как мы любим приятного еще раз вам просмотра не забывайте ставить лайки дизлайки видосу очень приятно и мотивирует соответственно подписывайтесь на канал комментируйте всем отвечу без исключения пишите все прочитаю жмакайте колокольчик чтобы не пропускать следующие видосы и добро пожаловать всем новым зрителям всем спасибо за вашу поддержку активность погнали ну ссылка в описании есть на поддержка на вас есть желание проходи буду рад любой монетки погнали я чуть-чуть еще подбавил звучка прям капелю течку такую прямо масенькую такую так в результате взрыва на чернобыльской айс можете выброса остался около 50 миллионов кори что эквивалентно 500 атомных бомб это мы тоже читали уже такую штуку 500 атомных бомб охереть просто так на надо за сегодня 11 августа вся страна отмечает всесоюзный день физкультурника с праздником дорогие товарищи праздником в нашем городе пройдет дружеский матч любительских футбольных команд завода юпитер стадиону команды торжественно с музыкой доставить выделенной администрации города автобус перед матчем пройдет забег на 600 метров по проспекту ленина ради которого центр города чистили от автомобилей спорт несет людям здоровье силу красоту закаляет характер и учит преодолевать трудности поэтому приходите вы участвует забеги или же поболеть за спортсмен что громко то что так громко то жесть понимаю советский союз как бы мощь силу но как бы елки-палки чуть потише можно там чуваки перед разбегом отжимались я думал гимн на советского союза начинает играть так я не знаю это относится к музыке но поехали короче завод юпитер мне нужно ехать а вон у меня показано кстати ни хера себе я должен на поворотах такую скорость держать охереть ни хера у меня автобус классный вы посмотрите чё у меня за автобус вообще моднявый мощный красиво и как приборная доска то вообще сейчас такие миллиарды просто стоят так люди осторожно мне тормозить нельзя это как фильм короче знаю в бля тихо тихо давайте пацаны поехали ни хера не бегут кстати быстро 25 километров в час практически короче фильмы я не помню как назывался но там заложили бомбу в автобус и ему нельзя было тормозить там были заложники короче и потом там в общем по камере еще преступник смотрел как они там салоне сидят очень старый фильм я не знаю там года 2005 может быть интересная такая песня реально есть потому что очень похоже как будто хотя хер его знает подожди а я кого везу я же никого не везу почему мне нельзя разгоняться сильнее в салоне включу свет везде включу свет блин а подождите давайте я все-таки звук убавлю мне что-то как-то не нравится не знаю но это не музыка это скорее всего окружение или музыка ну-ка 22 был окей ставлю на 10 да блин не туда поворачиваю тихо 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 а в смысле было 20 30 теперь 30 40 стала херечь я как должен держать такую скорость на таких поворотах вы чё уходим уходим осторожно так это не относится к музыке тогда мы делаем обратно на 22 это скорее всего окружение тогда я ничего не могу сделать придется потерпеть ребятки хотя я вроде по ползункам видно что меня тоже слышно ну вроде как ладно так несложно в принципе завод юпитер стадион то есть мне надо ехать до юпитера тихо спокуха мне нужно ехать до юпитера опа 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 о новая музычка то пошла что происходит то есть я еду их забирать несмотря на то что старт уже начался типа я наверно других должен и я типа футболистов должен развести марафонцы то уже поехали хренеть как музыка-то наваливать прям жестко ощущение что это из каких-то фильмах знакомых а интересно если я остановлюсь их забирать мне разрешат остановиться или мне тоже их надо забирать на скорости тридцать пять километров в час нихера тут как не радио отключить давайте я чуть-чуть сбавлю звук мне чё-то прям вообще чё-то прям да ладно нихера себе охереть вот это да блин если этот чувак посмотрит видос это будет охереть но это вряд ли короче прикол в том что у меня настроены подписки но во время стрима но так как они настроены на настроены на сцене которые я снимаю и игры и и стримы то получается что подписка в принципе на канал она сразу освещается в бс соответственно вы это увидели круто прикольно вот такое не часто случается это просто редкое совпадение но все равно спасибо но я испугался вот ладно применить чуть-чуть хоть потише прям а то прям аж вообще жесть какая-то так здравствуйте с пацаном есть сыном данный футбол красава молодец так надо стоящий батя погнали так все сели садимся все по салону не ходим охереть как мне выезжать с такой скоростью блин это же вообще неправильно дали бы хотя бы выехать с этой парковки а то уж яду а смотри другая скорость стала а то уж я думал пассажиров тоже надо на скорости 30 километров час я бы короче круги наматывал они бы сразу все же не могли они бы по одному залетали в салон да блин мне кажется чё-то вообще жесть какая-то мне кажется надо еще снизить блин чё-то как-то окружение давайте окружение чуть снизим вроде чуть потише стало надо было в настройках именно игровую музыку или радио уменьшать тогда вот он вряд ли разраб посмотрит на эту запись но чисто такая заметочка потому что уменьшая все ты уменьшаешь вообще всю игру тогда из звук мотора не слышно вообще нихера тогда не слышно блин ну тут смотрите прям к супер торжеством флажки развесили вообще красотища мы едем прям вообще вот как царище час для нас машины убрали вообще никаких никто по дорогам не ездит вот сейчас музычка легкая идет вот это самое то самое нормальное но на самом деле мы едем медленно вот если брать реальную дорогу то есть ну вот и рейсовые вот эти автобусы то он едет как бы медленно можно ехать и побыстрее все равно в салоне все сидят в чем нет хочется блин посильнее разогнаться побыстрее доехать ну и так довольно конечно скучновато а ничего не поделаешь мне больше конечно нравилось на лиазе ездить и с остановок собирать пассажиров на самом деле не спеша просто едешь и все никаких вообще проблем вот это вот это более-менее интересно а тут это знаете это как мини-игра тебе надо просто удержать ползунок в этой части все как-то короче очень зря добавили здесь такую музыку она очень жесткая я думаю если это реальные какие-то советские произведения то можно было найти что-нибудь типа лайтове а тут блин не знаю какой-то прям слишком напряжно ни хера не дает ощущение что идет какой-то праздник ой-ой-ой-ой-ой тихо-тихо так ну мы по сути приехали получается наверное мы эту миссию прошли скорее всего сто процентов только не говорите что мне сейчас надо еще тут кого-то забирать и здесь у них старт должен быть по идее так открываем пока до у них скорее всего здесь какой-то будет забег отдала хорош у хорош на золотой но из естествие естественно естественно кто бы мог сомневаться давайте порт давайте следующую сразу начнем надеюсь здесь не будет такой жесткой музыки иначе я просто хию от жизни так резервный автобус Автобус, выполняющий самый поздний рейс по маршруту Чернобыль-Припять, сломался неподалеку от села Капачи. Капачи. Поломка серьезная, поэтому нужно подменить этот автобус, забрать его пассажиров и продолжать движение по маршруту. Вместо этого расписания, к сожалению, уже не нагнать. Ну и все, тогда мы просто будем ехать спокойно. Если его уже не нагнать, то смысла торопиться нет. Блин, у меня закончилась вкусняшка. Может быть нажать паузу и сбегать за водой? Ну не за обычной водой, конечно. За жидкостью. Потому что... Потому что... Горло надо иногда промачивать, а то першить начинает, когда много говоришь. Блин, на самом деле, на какой-то трассе рядом с лесом сломаться автобусы, это, конечно, жесть. И тебе еще ждать помощи. Это во всяких самых страшных фильмах всегда происходило. Просто по хоррору веденью, это всегда плохо. Колесо, что ли, лопнуло или чё? Потом всякие джиперсы, скриперсы начинают летать. Всякие черви, вурдалаки ползут. А чё мне за автобус-то такой? А, это маленький вот этот автобус... Нет. Это чё, Икарус, что ли? Вообще это... Вообще похож на обычный какой-то Лиас. Но более современный. Как раз когда уже начали вот тут ставить турникеты, вот здесь дверь была. Ну ладно. Ну поехали, раз расписание уже не нагнать. Хер ли я стою. Какой-то я современный резерв. А чё они на таком старом автобусе тогда ехали? И откуда у меня здесь такой современный? Ну по идее... По идее не должно быть каких-то несостыковок во времени. Ну, кстати, старые автобусы и сейчас могут ездить, если что. Поэтому, в принципе, с учётом вот этих... Ну вот этой обстановки, кажется... Блин, ни хера мы, кстати, разгоняемся не... Хотя нет, мы чё-то слабо едем. Ну короче... Это могут быть вполне какие-нибудь уже 90-е или нулевые. Спокойно, нулевые. А старые автобусы ещё немного гоняют. Типа, ничего в этом такого нету. Главное, что здесь нету музыки. Блин, как же хорошо. Просто... Просто какой-то... Бальзам на уши. Людей еду спасать! Людей еду спасать! Дорогу! Тут нету вообще никакой... Никаких чертежей. В плане это сплошных. Ничего, обгоняю не хочу вообще. Никаких разметок, ничего нету. Вообще какая-то... Закатали дорогу и всё, и оставили там. Больше 50 не разгоняемся, что странно. Потому что, по-моему, мы до 60 разгонялись на более старых автобусах. Либо спидометры работают недостоверно. Типа, разраб... Просто так примерно сделал, то есть... Хотя на самом деле мы вполне можем ехать сейчас со скоростью 60 км. Ну, не знаю. Нам, кстати, в 44 минуты всё равно надо уже быть. Всё-таки здесь всё равно какое-то расписание есть. Да, по-моему, сейчас ещё скучнее просто вот ехать по прямой дороге. И это просто очень круто. Напоминает какой-нибудь евротрак-симулятор, который ты просто по трассе едешь. Вот ничего не происходит. Тихо, тихо, в смысле? Нихера себе, видели? Меня водить ничего, я ничего не нажимал. Реально ничего. Охереть просто. Это какие-то потусторонние силы. Меня автобус только что толкнули. Короче, евротрак-симулятор, едешь, ничего не происходит вообще. Едешь спокойно. И очень-очень наскучивает быстро. Какая разница, что ты там какой груз везёшь. Ты просто сидишь в кабине, ничего не происходит. Просто чуть-чуть подруливаешь. Не, ну то, что милиция есть на трассе, это хорошо. Значит, трасса не какая-то там заброшенная. Люди здесь есть. Службы какие-то есть. ЧС. Если это ЧС, значит это до катастрофы. Интересно, что это за автобус. Возможно, это реально Икарус. Может, какая-то старая версия, вообще одна из первых версий Икаруса. Вполне такое может быть. Потому что Икарусы, они же как... Ой, тихо, тихо. Они же сами по себе-то не особо новые. Ну, они там тоже же древние, по сути. Я чё, ту дверь не открыл, что ли? А у меня там... Да ладно, у меня там аж три двери, прикинь. Три двери. Я сейчас наугад нажал H. А ну, короче, мне вон. Смотрите, видите, в дальнюю дверь аж зашли. Так, закрываем сейчас все три двери. Да, всё, три двери. Ну всё, поехали. Давай, удачи тут, чинись. Ну да, реально, колесо... Колесо лопнуло. Музычка пошла какая-то. А недовольство у людей-то всё равно, смотрите, есть. Главное, чтобы авторских прав не было. Не хотелось бы, чтобы у меня блокировалось видосик. Но, если что, на всякий случай я вырежу этот кусок. Так что, будьте к этому готовы. А чё у людей недовольство-то растёт? Я чуть на кочку наехал. Вы вообще в авто... Тихо, спокуха. Вы вообще за... Вы вообще застряли на автобусе. Я вас спас. Даже если я по кочкам буду ехать, вы должны быть рады и счастливы, что я вас забрал. Идём на обгон. Бля, там машина навстречку едет. Быстрее, газу, 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 газу. Уходим! Вот это просто манёвр! Вот это я жесть! Охренеть! В смысле столкновение с машиной? Я не касался никого. Чё за бред? Нихера я никого не касался. Могла бы, блин, и притормозить. Видит, что навстречку еду. Так, а мне развести людей. Получается, стадион... Проспект Ленина, гостиничный комплекс. У карты одна и та же. Мы через этот мост уже несколько раз проезжали. То есть это, по сути, всё время окрестности Припяти, Чернобыля. Ничего такого прям суперсверхнового здесь не появляется. Машин, кстати, всё время мало. Что днём, что... Что вечером. А они тоже обычные пассажиры? Окей. Ну, заходят со всех дверей, кстати. Вот я вижу. Всё? Отлично. Поехали дальше. Так, у нас сколько остановок? Смотрите, показывается... Тихо, красный свет. Показывается треть... Три штучки. Три позиции. Но как только я одну доставляю, появляется опять новая. Значит, здесь, как минимум, наверное, несколько всё-таки осталось. Не три. Наверное, ещё штучек пять-шесть. Ну, тихо, тихо, тихо. Но ночной город выглядит красиво. Днём не так красиво. А сейчас вот как бы огонёчки горят, и они вроде как симпатичнее выглядят. Ночной город. Правда, вот засветы вот эти некрасивые. И видимость как бы хреновая. Но в остальном прикольно. Ну и свет в окнах какой-то слишком разнообразный, что тоже немаловажно. Я думаю, что до катастрофы, соответственно, там какой-то 84-85 год... Не могло быть такое разнообразие ламп у всех. Потому что светится вот вообще разный. Лампы накаливания. Так, всё там. Лампы накаливания. Дневной там свет. Ночной свет. Всякие светодиодные. Куча всяких ламп. То есть разнообразно очень. Даже сейчас, посмотрев в окна людей, сегодня, свет плюс-минус у всех одинаковый. А здесь прям жёстко разнообразие. Это тоже недопущение. Вот из таких мелочей, на самом деле, строится картина... 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 Ну, качественной... Ну, сказать, продуманности игры, качественной игры. То есть замороченности, достоверности. Куда ехать-то? А, вон куда. Слишком много каких-то... Не знаю. Что-то слишком много светодиодного. Мне кажется... Я, конечно, не говорю, что этого не было. Но, по-моему, что-то слишком много всякого. Я не знаю. Светодиод тогда уже был. Светодиод, знаете, вообще, на самом деле, очень давно придумали. И, вообще, это чисто случайно было. Но, конечно, применение в массовый... В массовый... Ой, тихо-тихо-тихо! Нет! Охренеть! Вот это я ушёл от столкновения. Охренеть! Просто жесть. Не увидел таксишку, заболтался. Звук по воротникам не всегда прикал. Вот звуки вот этого щёлканья. Это... Это одно из самых приятных звуков вообще в машине. Не знаю. Оно как-то... Как-то прикольно просто. Звук такой прикольный. Досаав. Досаав это, кстати, вроде как, по-моему, где учится стрелять или где учится водить машину. Я всё время путаю. А, то есть я ещё туда мог остановиться? То есть это необязательная остановка? Или мне сюда ещё потом вернуться? Я, кстати, еду тютельку в тютельку. Я на расписание не смотрю. Но вот я сейчас посмотрел. Я, по сути, прям минуту в минуту везде. То есть прям вообще ни капли нет свободного времени. Ой, тихо. Наверное, зелёный горит. Да, я смотрю, что-то все едут, а я стою на месте. Задумался. Ну вот из-за этих светофоров я, на самом деле, опаздываю сейчас. Или нет? Вроде не сильно. Да тихо, спокоен, спокоен. Хорошо, что здесь ещё, в принципе, людей нельзя задавить. Потому что бывает, что ты только наехал на этот прямоугольник, а они, короче, уже к автобусу идут. А я ещё не остановился, я ещё не подъехал нормально. Так что можно... Опасно, короче. Можно сбить людей. Как много остановок, блин, до сих пор три, охренеть. А он там, бедняга, в лесу вообще стоит, колесо меняет, охренеть. Не по-завидуешь ему. Тем более автобусное колесо, оно же тяжелее. Там же, это... Как это называется? Диск. Диск, он тяжёлый. Там, наверное, чугун или сталь какая-нибудь жёсткая. Плюс, как бы, размер. Да, это до свидания, хорошего вечера, всем приятного сна. Да, держитесь там, как бы, не расстраивайтесь. Спасибо, что воспользовались нашими автобусными компаниями. Всем до скорых встреч. Ну, опять же, блин, вот... Ничего такого особо не происходит. Вроде прикольно, вроде что-то такое вот... Вроде всё простое. А с другой стороны, где-то вот даже интересно. А с другой стороны, наоборот, вот... Казалось бы, симулятор, а что-то скучно как-то. Короче, здесь 50 на 50. 50-50. Ну, пока играем. Пока что ещё играем. Тихо-тихо, тормози, красный свет, красный свет. Нельзя штраф получать. Но я, скорее всего, он... Они сами столкнулись. Ты смотри, Урал просто скорую зацепил. Охренеть, жесть. Да, ещё мне что-то говорят. Ещё меня штрафуют. Каз. А ещё звук мотора, мне кажется, какой-то не совсем такой. Но это по моим ощущениям. Кстати, вот здесь я спортсменов забирал. Как раз в прошлой серии. Короче, если это тот автобус, на который я думаю, то там звук мотора должен быть какой-то более рычащий. То есть там такой... Всё? А здесь он какой-то такой прям... Бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар. Какой-то вот такой мягкий, какой-то слишком тихий. А ещё... Вообще, когда автобус останавливается и... Бля, тихо, спокуха. Чуть колесо не оторвалось. Когда ты играешь... Ой, когда ты... Останавливается автобус, и он просто на холостом работает. И ждёт, пока пассажиры зайдут, его трясёт гораздо сильнее. То есть двигатель, он на маленьких оборотах. И, соответственно, вот такой бар-бар-бар-бар-бар. А потом, когда разгоняешься, он начинает бар-бар-бар-бар-бар. И начинается более плавная, короче, работа двигателя. И, соответственно, не трясётся. И вот, короче, когда я был ещё пиздюком... тихо там офицер здраво читал да офицер пожалуйста хороший вечер вот короче он когда останавливается и ты еще бывает сидишь ждешь уставший жарко допустим летом все вышли все ты голову к окну прикладываешь окно просто вот так вот трясется и у тебя голова просто ну вообще жесть то есть это из-за двигатель то есть ну старые тем более двигатели так что что-то он здесь слишком плавно и хорошо работает и слишком хорошо разгоняется игры что автобусы были плохие а вот в плане именно движка и симулятора автобуса раз это все-таки симулятор просто сейчас сейчас модно вообще говорить все что симулятором называть все что угодно то есть ты играешь шутер ты вот тебе симулятор военного или там неважно все ваши во все что ты играешь ты называет симулятором раньше ну сейчас тоже конечно такое есть но я просто замечал что раньше вот когда ты смотрел какую-то игру и говорилось о симуляторе то речь шла именно прям о симуляторе таком, что чуть ли можешь там в симулятор самолета поиграть, а завтра идти реальные самолеты водить. Вот настолько были симуляторы с симуляторами. А сейчас просто типа ну игра конечно не называется симулятором, она она как бы не симулятор, тут просто игра про автобусы, разводку, но она вроде как официально не называется же симулятором, но в описании под игрой написано, что симулятор, автобусы все такое. Короче, любую игру можно назвать симулятором на самом деле. А если ты играешь какую-то фантастику, то это можно назвать симулятором снов, потому что когда нам что-то снится, там может что угодно произойти. Иногда такая бредятина снится. И не знаю, я вообще сейчас просто говорю, потому что мне реально скучно немного просто ехать, то есть не знаю, ничего не происходит, просто двери открыл, двери закрыл, поехал дальше. Поэтому я уже говорю все, что... Могу помолчать, конечно. До следующей остановки. Субтитры сделал DimaTorzok Вот, помолчал я, ну как-то такое себе. Тихо, скучно, неинтересно, вот такие на прямых дорогах ехать. Так, здрасте, здрасте, всем хорошего вечера. Не забываем оплачивать проезд, мадам, садитесь. Что ты там смотришь? Чистые сидения, нормальные. Смотрел еще так, как будто типа, ну тут чувство вообще, так, там машина едет, осторожно, осторожно, главное, чтобы не сбило. Автовокзал, кстати, последняя остановка осталась, и на этом мы точно закончим. 36 минут охренеть. Так что заранее говорю всем, ребятки, добро пожаловать на канал, всем новым зрителям, всем привет, подписывайтесь, пишите обязательно комментарии, всем отвечу. Так и не... Если есть какие-то инфа по автобусу, буду рад почитать комментарий. Что за автобус, что за дела? Вот, так что пишите, обязательно всем отвечу, без исключения. Лайки, дизлайки тоже приветствуются, очень приятно, когда вы их ставите в СССР, СССР, да. Дизлайки тоже можно, я не против, как бы на ваше усмотрение. Спокойно. Также, также обязательно жмакайте колокольчики, чтобы не пропускать следующие видосики, следующие игры, чтобы быть в курсе всех событий. И что, осталось только сказать, что ссылка в описании на поддержку канала, если есть желание, проходи, буду рад любой монетке, вообще любой, максимально любой. Чего вы там недовольны-то такие-то? Спокойно. Подумаешь, на кочку наехал. Так, ну все. Последняя остановка, все люди вышли. Ну, я говорю на серебро, из-за того, что я там затупил в одном месте, вот и получилось серебро. Хотя я, по-моему, даже проехал очень хорошо. Возможно, я просто задержался, и, возможно, было столкновение, из-за этого мне дали серебро. Численность населения Припяти составляла 50 тысяч человек. Так, ну что у нас следующее? Следующее у нас там будет. Осталось, кстати, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Подожди, два, четыре, шесть, семь миссий. Вот, это, кстати, какой-то, по-моему, другой автобус, нет? Нет, скорее всего, то же самое, просто расцветка другая. Соответственно, замер радиации для выполнения работ по ликвидации. Мне кажется, надо было сделать, знаете как, сначала мирный, а под конец все как бы хуже, хуже, потому что играть мирную потом после катастрофы, потом два года назад откат, потом опять катастрофа, это как-то странно. Как-то, мне кажется, нелогично. Так, ну, мы почитаем следующей серии, так что все уже сказал. Ребятки, добро пожаловать, подписывайтесь, лайки, дизлайки. Увидимся в следующей серии. Всем спасибо, ребятки, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok